приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут Пашка и сегодняшняя тема видео сэндвич улья потому что людей интересовало как они работают вот смотрите стоит сэндвич улья верхний нижний корпус стоит аниматорская решетка она просто лежит на нем вот видите сюда сниму вот здесь она так выступает я не резал не ломал потому что она становится одна на другую так смотрите дальше крышка крышки в основном используем вот такие все элементарно все просто входит за то что такая же тонкая в прошлом году град бил повыбивал смотрите как горошина ведешь чувствуется у нас грады в общем последнее время стали очень часто днища у него идет атакуя такому с возможностью здесь мы еще вставляем фанерка кусочек фанерки закрывается все классно смотрите а в зимний период когда даже там фанерки не нужно то мы даже используем вот такие весна зима можно использовать даже наоборот вот этот вот это получается крышу как дно просто пробиваем отверстие что если будет собираться влага где-то здесь чтобы она просто стекала вниз чтобы не собиралась вода потому что было такое что мы ставили вот такое вот точно такое же одно то влага собиралась и здесь была вода это ввести весенний период зимой мы зимуем только сетка и все дальше дальше мы используем точно такие же это на 230-ю рамку это улей типа рогатого но на 230-ю рамку а здесь с использованием украинской рамки вот это украинская полурамка если мы поставим два таких корпуса то это будет полноценная полноценный корпус на украинский на украинскую рамку вот видите полностью все взаимозаменяемо я пока буду переходить на 8 рамочные вот это здесь стоит из каких-то либо трубок стоит сразу кормушка подкормка утепление у нас лежит у нас действительности сейчас очень холодная водных штанах я чувствую что прохладно это и так пример вам объясняется вы думали по медосбору что по медосбору друзья если использовать такие улья то они очень очень хорошо подходят к слабым отходкам это небольшим семьям которые там плохо перезамывали по определенных причинах болезнях по корму и куча там куча непонятных нюансов я бы сказал так то в таком улье весной пересаживаешь тепло для обогрева получается пчелы точнее для обогрева расплода пчелы не нужно так много и они интенсивно работают и развитие идет очень бурно и вот например на это время если бы не было так холодно то где-то первое там с первого по десятая два корпуса должно быть пчелы чтобы вы примерно понимали этого 16 рамок это для нашего региона очень и очень неплохо если посчитать что у нас еще степная порода пчелы кого-то вообще замечательно так если сравнить вот этот улей с таким то вот этот намного хуже по своей теплоизоляции в летний период он тоже хороший а на данное время этот лучше так вот смотрите у нас парочка стоит 12 от был третий на моего сейчас пересаживаем мы сейчас здесь готовим семью семью воспитательницу маточку мы забрали ну как воспитательницу здесь такой будет типа инкубатор будут стоят отогреваться моточники матки вот видите мы ставим чтобы здесь был вот такой у нас еще сегодня да сейчас мы пока мы по имени закрываем еще пчела слита накрою накрую накрую показываю еще вот такие и поднищем видите бывает что просто закрываем снизу чем попало бы было весной тепло второй тип улья который мне очень нравится это вот такие это не фанель блин не фанера это у нас камыш но камыш 10 рамочный 10 рамочный очень мне понравился 10 вообще классно он хорошо зашел вот сейчас внизу у нас стоит сэндвич это фанера пенопластва сверху стоит у нас камыш офигенно зашел улей он взаимозаменяемый с этим то есть можно ставить тот этот вообще классный мне очень понравился теплые пчелы зимуют сырости почти никакой нет вот такую не очень сильно мне понравились и улья сейчас я покажу вот эти 16 рамочные они получились у меня для меня одного он очень тяжелый и у меня еще есть это где-то 20 таких корпусов они готовы заселить в этом году я не знаю если будет погода потому что в планах что угодно мы сейчас уже сделали больше 15 отводков отводка отводка в действительности делать то ни с чего потому что развитие идет слабое нужно пока не найти там то есть все чтобы был хороший взяток то было бы по-другому а на данное время на данное время пока пока у нас вот такая ситуация если будет возможность сделай если не будет не сделай пока пчел подкармливать взятка пусть никакого нет даже пчелы которые стоят на рапте то носят очень-очень слабо очень слабо ну в общем просто я снимаю видео почему просто люди интересовались и какое дно как они в работе вообще классно мне они нравятся если если еще использовать такую систему что например например низ 8 рамок и ставить магазин на 8 рамок также будет классно для ранних медосборов а так я думаю что с акации на данное время если провести определенные манипуляции то с такого угля даже в нашем регионе можно взять 8 рамочек меда это так все друзья на этом хочу закончить всем всего на лучшего пока